В этой комнатке общежития столичного лица номер 3 живут Джипаргуль Акматова и Чинара Ибраева. Тут же их сыновья, 11-летний Рыскельди и 15-летний Тимурлан. У мальчиков детский церебральный паралич. Познакомились их мамы 4 года назад и решили, что будут друг другу во всем помогать. Так уж вышло, что сыновья остались без отцов. Один семью бросил, другой скоропостижно скончался. Но сильные духом матери-одиночки не оставили своих беспомощных детей и продолжают бороться за их жизни. Пособия по инвалидности в 3000 сомов мало на что хватает. А оставлять сыновей с ДЦП без присмотра женщины не могут. Поэтому подрабатывают посменно. Вот уже 4 года, как друг другу во всем помогаем. Одна беда объединила нас. Живем тут вместе с мамой Тимурлана. Когда она уходит на базар или в аптеку, то я остаюсь с детьми. Когда меня нет, она сидит и с моим сыном, и со своим. Работаем также по очереди, потому что детей нельзя оставлять от них. У них систематические приступы эпилепсии. Нужен постоянный присмотр и уход. И работать нужно, потому что на небольшие пособия по инвалидности не проживешь. Если хоть какую-то низкооплачиваемую работу отчаявшимся мамам найти удалось, чтобы покупать необходимые лекарства и кормить своих сыновей, то гулять с детьми без инвалидных колясок практически невозможно. Комната в общежитии на пятом этаже. А спускать каждый день на руках двух подростков порой не под силу даже здоровому мужчине. Иногда просим студентов, чтобы помогли спустить на улицу наших сыновей. Сами несем на руках, хоть и тяжело. Ну как по-другому, колясок нет. С ними, конечно, было бы легче. Но все деньги уходят на таблетки и еду. Да и памперсы сегодня стоят недешево. Вот так из месяца в месяц, из года в год, никак не выходят отложить на инвалидную коляску. Как рассказала Джипаргуль, теперь возникли трудности и с жильем. Дело в том, что студенческое общежитие, где они проживают, закрывают на ремонт. Поэтому как минимум на два месяца нужно будет найти для своих сыновей крышу над головой. Помочь женщинам можно, позвонив по телефону 0708-78-48-51 и 0773-70-15-32. Банковские реквизиты на экране. Продолжение следует...